Итак, всем привет, с вами Допгай, мы продолжаем играть за республику грифонов И у нас тут империя под югом, все становится сильнее и сильнее И скоро нам придется не столкнуться Но перед этим вы обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны А мы постараемся стать к этому моменту достаточно сильными, чтобы дать отпор Поехали! И обязательно для этого нужно запретить профсоюзы Обязательно, без этого не победить войне В любом случае это дает нам очень много объема заводского производства И, кстати, у нас вообще в сумме 83% это очень солидно Наше производство, я бы сказал, очень хорошее Нам бы реально доделать сейчас самолеты Может быть, когда-нибудь подумать о танках Но пока что вряд ли нам такое можно себе позволить И всего лишь 10 у нас военных заводов, черт возьми В Ведине тут сфере произошла свадьба и Принцесса стала демократом Увы, но демократия не спасет ее, когда мы пойдем на Ведину И вот она Мы раскрываем преступления Скай-Нави Потому что вот эта демилитаризованная зона, это очевидно их проделки И сейчас уберем вот эту прямую зону И будем готовиться к войне Сначала с ними Тут, видите, правят, черт возьми, социалисты-коммунисты Но здесь написано социалисты Здесь написано коммунисты В принципе, нам без разницы А еще, как говорится, учитывая наше население Как я вроде бы и говорил Делаем госпитали сюда И еще я бы хотел обязательно делать ПВО Но до них как успеем Нам нужно по-как экономить своих людей И вот они, да, Скай-Навские предатели Стабильность плюс политка Минус популярность коммунизма И демилитаризованная зона тоже минус Прекрасно Следующий удар будет по Скай-Нави Конечно же мы им отомстим Не знаю за что, но видимо вот 1986 Видимо год был не самый для нас хороший И по снажению я вам скажу Ну, в целом имеются проблемы Однозначно Но более-менее жить можно Единственный вопрос Что как только мы перейдем на вражескую территорию Оно еще один полностью Здесь, вот здесь снабжение Но к нему ЖД нету Что мне подсказывает Что надо бы это как-то изменить И, ну, проложим до своего пункта снабжения Но именно нам он по факту не нужен здесь Вот, железнодорожный путь Но отсюда мы уже пойдем вот сюда И здесь вот отсюда пойдем, я полагаю Дальше вот сюда Так, пока тот фокус готов Что нам? Экономикой бы заняться в идеале Хотя, конечно, армией было бы заняться тоже неплохо Тут, конечно, бафы не сильно большие Так, артиллерия 10 это, ну, умеренно, я бы сказал Наверное, вот это мне тоже еще нравится Но в среднем Вот этот баф тоже, кстати говоря, неплох Хоть я и возьму, конечно, а массированную штурму Но, тем не менее Давайте, наверное, да Сначала закончим все-таки экономику У нас вроде не такие сложные битвы впереди Кроме пока что Но экономику лучше взять Чем раньше, тем, очевидно, лучше Армия нужна к моменту битвы Битвы пока такая, не сложная Что меня тоже, кстати говоря, ратует У нашего противника точно такие же проблемы с обновлением, как у нас Чего мы делаем? Закономерный вывод, что Мы сможем их пронести, потому что наши войска при этом все же лучше В общем, захотели дать Лентелис Блин, не знаю, почему им есть у нас дело, но Хотя дать нам 30 докки, я не против И попробуем подрекрутировать все еще немножко дивизий А вот и у нас закончились следования самолетов практически Сейчас мы начнем их строить И потихоньку наш ВВС впервые поднимать в воздух А еще главное, что мы пока еще не взяли Война теоретика и, в принципе, доктрину А стоило бы Но я хочу дождаться советника Он уже совсем скоро будет И уже под скидочкой забрать себе вторую доктрину Как я и говорил, допрокладываем здесь ЖД Чтобы получать снабжение, очевидно И самое главное, мы еще отобьем одновременно с этим их снабжение Что тоже, несомненно, будет очень-очень кстати И тем временем мы избавляемся от бедности Прекрасно Наша экономика поднимается с колен В итоге у нас 25% скидка на доктрины И это прям позволяет, смотрите Качать больше половины наших доктрин Здесь, конечно, вот эти, но вряд ли мы до них доиграем Они требуют слишком поздних технологий В этот момент игра обычно заканчивается Итак, ЖД построено Оно, кстати говоря, не должно ремонтироваться в теории В теории, но в практике, да, все правильно Потому что мы его строили И да, у нас здесь есть снабжение А у них внезапно начинается проблема Хотя они отступают потихоньку к этим вот провинциям В которых ЖД какие-то имеются И какие-то пункты снабжения тоже прибрежные есть С которых хватает снабжения Но в целом потихоньку окопание идет И достаточно успешно Наши потери минимальные И еще здесь у нас, если что, снижается С 3000 на наши, конечно же Роты поддержки госпиталь Честно говоря, наш генерал стал экспертом по зиме Уже, в принципе, прокачивается Ну, я бы сказал, супер быстро И я понимаю, что я пропустил несколько лавалов С плюс атакой Но вот этот, кстати говоря, не пропустил Этот тоже в тебе должен, да, очень быстро качаться Потому что у него плюс опт Что прекрасно Семь атаки на генерале нам пропало Здесь пока еще нет Потому что войск меньше Битв меньше Но вообще это говорит о том, что Наши генералы будут отличными Потому что у нас еще есть Возможность потом обведено их тоже накачать А еще мы начинаем интегрировать скайнавию Уже Позже мы потом это все сможем сделать национальным Это прекрасно Ну вот мы их северой фабрики получаем по фокусам Я думаю, наша экономика, как мы все это доедим Станет такой, очень даже солидной Здесь мы должны смотреть на скайфолт Потому что Так, хотя счетом, когда Моменты, когда нам станет страшно Будет нападение грифонов на скайфолт Пока что этого не происходит Значит, мы пока доделаем все вот эти фокусы Плюс тут, может, какие-то еще другие фокусы делает У нас есть еще время А на западе Ченжелинги Начали наконец-таки войну с Кестрией Таленград, сгибрящей снова в грифоне В общем-то, в том катиненте пошла война Нас она, конечно, не касается И вот она Можем мы теперь полностью эти земли аннексировать Начать интегрировать в нашу новую республику грифонов Это нам, думаю, немного так поможет И я теперь вижу, что у нас здесь Немножко фронт разделится Ну, мы перебрасываем дивизию Нехидрым путем Вот так вот Самое главное, что у нас соединены ДЖД путями Наши части А теперь Естественно, проблема Здесь нету Никаких пунктов снабжения Я из-за этого делаю вывод Знаете, какой простой Мы просто не атакуем здесь вообще Все наши дивизии Пускай с этой стороны зайдут Мы ничего от этого не потеряем Враг, скорее всего, наоборот, потеряет Но зато мы не будем воевать, как бы Существующие вот эти Может, кстати Давайте вот это сделаем Последнее маршала И сразу по фокусу туда пойдем Наша экономика, да Потихоньку-потихоньку взлетает Потому что у нас здесь будет аннексация Ведины И интеграция, самое главное, Ведины Сюда мы пойдем в первую очередь, я думаю А еще мы начинаем потихоньку менять Нашу пехоту на магическую пехоту Видите, статуи растут очень сильно Надежность общая падает всего лишь на 6% Но это пока что, конечно, потом будет побольше Но все еще будет достаточно казуально, на мой взгляд А надежность, если вы не знаете Она считается общей на дивизию Вот статы при этом растут солидно И это только пока По-моему, дальше будет, как говорится, больше Ну и самое главное Все эти винтовки теперь могут пойти в карнизоны В карнизонах у нас все еще используются старые винтовки Я думаю, что это идеальная схема И вот оно Последние дни маршала Продолжить диктатуру Либо же обещание И нет Мы, конечно же, как я и обещал Восстанавливая демократию И демократически атакуем Ведину Потому что, ну Нападение на другие стороны Ну, в принципе, демократии никак не противоречит, верно? И пока что гиганты на ИГИ Ничего не делают Они пока что, видимо, все еще берут какие-то, не знаю Военно-экономические фокусы Нам это очень выгодно Пускай все так и остается А я в этот момент же Раскачиваю свою промышленность Раскачиваю свою армию И мне нужно намного меньше армии, чем им Чтобы победить в конфликте Потому что я ее использую В отличие от ИШКИ Хотя бы эффективно И я думаю, можно сразу идти дальше Вот сюда Потому что, я думаю, достаточно быстро Мы справимся с этой стороной Можно, кстати говоря, сразу, наверное, до горняков Еще немножко обучить И первые наши самолеты Еще не появились Потому что военных заводов У нас все еще мало Но Сейчас их увеличим, я думаю, еще раз Справимся сюда Здесь, кстати говоря, тоже у них были проблемы с снабжением Да, очень в этом регионе как-то мало пунктов снабжения И это очень грустно На севере, в теории, видите, здесь есть вот этот спорт И в теории, можно было бы подраться за него Но зачем, если можно просто наступать вот с этой стороны И не чувствовать никаких проблем, верно? Кстати говоря, можем мы сделать всеобщую мобилизацию В теории, нам это было бы выгодно Но я, наверное, и так имею очень мало населения Поэтому только военную экономику, наверное, я Нам ее хватит И рейд от герцогства, черт возьми Не вовремя У нас есть 13 дней на то, чтобы на это среагировать В принципе, что я могу сделать? Я могу, очевидно, отправить 6 дивизий на границу Димпик и озеро Эльф То есть мне нужно вот сюда отправить 6 дивизий Что я могу сказать? Пускай едут У нас здесь, да, по большей части есть ЖД Так что они, наверное, должны успеть Конечно, мы будем защищаться Другой вопрос, что у нас там нет ни одной дивизии Я даже не уверен, что они успеют, кстати говоря Но автоматически все равно выберется это, так что пускай Хотя вроде успевают И значит, что успеют еще зарегинить немножко организация Надеюсь Нет Не успели? Но у них хорошие статы У них хорошие статы И мы поэтому победили Прекрасно Все, мы все равно успели Возвращаем армию обратно На фронте даже не заметили отсутствие дивизии Так, это уже объявление войны Поэтому мы это пока что потерпим Потерпим Так, а вот это нам нужно брать Мы все минус 5 объема Ну плюс 15 макс эффективности То есть супер выгодно 100% берем Надо будет пораньше начать заполнять их Поехали Итак, захватываем Skyrim Где-то плащит тот Говард Но что поделать от Говарду? Это в нашем фокусе было И вот ведена наша Прелесть Кстати говоря, я не забрал там флот Я вообще не очень уверен А был ли он там? Вполне возможно, что нет Может и был Я теперь уже не узнаю Вы, может, узнаете Потому что вы в записи можете глянуть Ну хотя бы забрался этот Он очень слабый и пустой Но что есть, то есть Готовимся воевать с вот этими ребятами А то они нас тут трейдят Мы такое не одобряем Осуждаем Поэтому наказываем И здесь тоже ставим интеграцию Прекрасно Так, до дивизии на местах Когда ждем сейчас полной подготовки И можем мы после этого Начинать войну Все еще на Skyfall не напали Да, эти грифоны из Империи Отвратительные Но Надо быть наготове Все еще Хотя по ощущениям Мы успеем более чем Все, что надо съесть Надо закупаться у кого-то С кем торговля не прервется Итак, профсоюзу мы разрешили Прекрасно Можно подумать Вот об этом Наверное Есть ли здесь что-то прям полезное Для нас Вообще Нет Вообще нету Время и цель войны Плюс 25 Ох, это отвратительно Ладно, давайте Да, вот сюда Здесь политка будет И промка Хотел бы сказать Но на самом деле Надо доделать все-таки экономику Экономика здесь намного важнее Итак, эти ребята Нас будут ждать Они будут более чем готовы Соблета у нас все еще нету Поэтому придется прорываться Говорится Своими силами Я сменяю агрессивность Потому что Здесь горы Но я вижу, что у них все еще мало дивизий Да, поэтому мы их просто уничтожаем Они все еще дивизий Да, у них защита огромная Поэтому они стоят Скорее всего будут долго Особенно рыцари Но даже рыцари не смогут Против нас устоять Так что да, побеждаем Здесь прощать призыв Наверное, я пока все еще Не хочу А тут пал контрлот Уже Все Фильмники как будто побеждают Но сейчас, видите Появился объединенный фронт Поэтому, может быть Ситуация изменится Но уже Они очень далеко продвинутся Поэтому, наверное, вряд ли Но будем следить Тут немножко сломались приказы Поэтому придется Вот эти базановые перерисовать Как я не люблю Непроходимые горы из-за этого Итак Королевство готово И мы можем планировать Наши какие-то уже операции Против империи грифонов Сразу, наверное, расставим войска Чтобы посмотреть Где у нас будет не хватать снабжения И начать этим заниматься И тоже здесь ставим Кстати говоря Интеграцию Странно и жалко Что нет интеграции Вот этих территорий Но я уже не буду их выделить Потому что они как-то смотрятся Ну Неправильно Что они здесь такие независимые Потому что эти ребята Съели этих Как будто одна страна Наверное, они их тоже Могли интегрировать Почему-то я могу интегрировать Только половину этих территорий Ну Ладно Ладно Просто будем набирать Там починия И в один момент Они интегрируются И мы получим себе Мэн Пауэр Плюс Я сейчас, наверное, возьму Вот это Наконец-таки Полностью Добафаю себе экономику И пойду вот сюда Как я и говорил Военнообязанная цилиндия Все-таки, наверное, для нас Самый лучший баф Потому что нам его не хватает У нас очень сильный баф На экономику У нас много заводов Но не людей Ну Точнее Пони И мы избавились от бедности Мы вообще можем пойти вот досюда Прямо-таки Потому что, ну Честно говоря Это было бы все еще полезно Потому что у нас все еще Можно наделать кучу авиации И разрешать все за счет авиации Но все еще варианты Я думаю Мы так, наверное, и сделаем Потому что баф этот Ну, очень сильный 10 Капа 10 скорость строительства 5 ТНП Очень-очень солидно У меня получается Будет сколько? У меня сейчас в виде 10 Плюс 5 Потому что я нажал Решение о стабильности И будет 5 И еще 2 от стабильности То есть Блин, кайф Кайф Все, 3% по плану получается А еще, я думаю Было бы неплохо Вообще отправить Атташе Вот сюда Но они не хотят Блин, давайте улучшим отношения Отправим Получу я опыт Но мне Интереснее чуть-чуть, наверное Помочь Аквестрии Что ченнижлинги И так побеждают Ну и В принципе, да Опыт Кое-как Я думаю, все еще будет полезен Надо было сделать это вообще раньше Но вот сейчас наимпровуем И согласятся Сразу же там кто-то против Но Как будто нам не плевать Кто там против А еще, я думаю Вот сюда мы можем инвестировать Наш опыт военный Если он у нас появится А я надеюсь, да Мы можем наделать себе Механа У нас есть Опять-таки промышленность У нас нету людей Чтобы это делать Надо правильно Улучшать качество Своей войска Как мы это можем делать? Мы сделали себе Магическое оружие Мы теперь делаем Авиацию Механ На танков Наверное, все-таки Нам не хватит исследований Ну и С нефтью Туда-сюда Как-то Ну не слишком Катит А вот Авиация И механ В принципе Еще Кое-как А Skyfall Разграбили Собственно говоря Ничего Удивительного Что очевидно Что там правят Варвары Не то, что Наша Демократия И были побеждены Племена Бизонов И да Чейнджинг Я думаю Победят Снова Грифония Пала Там я думаю В один момент Попадут эти ребята Хотя они Как-то Видите Здесь сопротивляются Что-то Куда-то Контратакуют Но не знаю Мне кажется Вот такое Уже Ишка Камбэкнуть Не сможет Эта империя Доносит Ответный удар Здесь Кукленд Украл Одну провку Но допустим И что я могу сказать Вот она Все еще жива И Будет она готовиться Сейчас воюете против нас Ну Тут против кого На первый возьмет фокус Вопрос лишь в этом И началась война между Гигантами Под нашим боком Аквелей И империя грифонов Уже воюют А мы пока Не спешим Мы все-таки Доберем все бафчики Я думаю И потом уже Наверное Пойдем сюда Ну я еще подумаю Потому что В принципе Вот этот вот бафчик Тоже до этого Было бы забрать неплохо Кстати У нас Появились уже мужики Как я и говорил В один момент У нас появятся люди У нас еще даже Нету интеграции Но уже нарождались Плюс Я так понимаю Поднималось подчинение Все равно Подчинение поднимается Процент Военобязанного населения Растет Как только станет 40 Здесь оно интегрируется И мы получим еще больше А потом еще больше Вот отсюда Хотя Здесь уже Да Здесь уже что-то интегрировалось Вот оттуда и пришли люди Ждем остального И Сталинград Пал Смотрите-ка Они из этого отходят Но Натержатся Но слабо Ну и могу Вот так вот Уменьшить стоимость Механа Еще нет до конца Но уже Кое-как Уже решает Потом будет еще жестче И будем потихоньку Планировать сейчас Механа армия Вот и да У нас появились Плюс ресурсы Прекрасно Наша армия Скоро станет Очень качественной И мы как раз Будем готовы Я думаю В этот момент Начать войну Потому что Мы возвращаемся Из руин И Да Теперь еще и армию Тоже поднимем Тут еще кстати Тоже военные заводы Додаются У нас Очень их уже Много на самом деле Империя грифонов Петилопели Что значит Что мы Вполне себе Следующие Очень скоро Они будут готовить Против нас Сказать Нам нужно Ускоряться Ускоряться По нашей Армии Но я Как говорится Делаю все Что возможно Мы почти Закончили Наше Перевооружение Да и вот Против нас Уже готовят КБ Впрочем Мы к этому Тоже Кое как Готовы Нам нужно Немножко Наверное Здесь переделать Нам нужно 10 дивизий Хотя бы Обучить И желательно Именно их Обучить И добавить На фронт Пополниться Ребята у нас Еще успеют Авиации Механ Тоже нам Надо бы Как-то Применить Я наверное Как у нас Будет опыт Сделаю Сидивизию А здесь Я уже Разворачиваю Какая у нас Есть авиация А это Истрепители Строгновики Пока что Я не делал Потому что Ну У нас Я думаю Такой роскоши Пока что Нету Хотя В один момент Обязательно Будет Это я их Деплою Чтобы они Успели Занять позиции Все Крепиться Копаться И будем Готовиться К тому Что будет Выдерживать их Натиск Будет Не просто Я вам Сразу Могу Сказать Но мы Постараемся С вами был Добгай Я думаю На этом мы Закончим Война с Империей Уже в следующей серии Всем пока До скорых встреч